Ну а пока отвлечемся от новостей и полностью окунемся в атмосферу радио. Сегодня на Москва-ФМ премьера шоу Дмитрия Казнина. Сейчас мы перенесемся в студию, в радиостудию. Я передам слово Дмитрию Казнину, но что-то мы пока его не наблюдаем. Давайте попробуем сейчас вместе с вами поговорить и связаться с Димой, где он в эти минуты находится. Я прошу наших режиссеров показать картинку. Может быть он уже сбежал в здание и бежит. Я надеюсь, что я угадал, потому что все-таки премьера шоу. И Дима, я надеюсь, опаздывать не должен. Ну вот сейчас я ему дозваниваюсь и попытаемся все-таки выяснить, куда пропал Дмитрий Казнин. Дима, Дима, привет. Ты где находишься? Алло, Леонид, привет. Я уже здесь бегу. Что с тобой случилось? У тебя премьера шоу. Как ты мог опоздать сюда? Опоздал. Что с тобой случилось? Слушай, такая история вышла нелепая. Я тебя другого и не ожидал, конечно. Я машину свою не мог найти, наверное, 15 минут. Искал, искал. Даже в средние дворы зашел. А потом вспомнил, что я на Тест-Драйовской. Вернулся домой. Еще забрал ключи. Вот, в общем, опаздываю чуть-чуть. Но сейчас уже буду, буквально через минуту. Только с тобой, похоже, такая история могла случиться. Скажи, что у тебя будет сегодня в шоу? Потому что мы все ждем, мы анонсировали. И очень хотелось бы понять, как это будет происходить. Да, да, слушай, у нас вообще отвал башки. У нас будет... Да, у нас радиослушатели и телезрители смогут нас и увидеть, и услышать. Но вы посмотрите. Вы посмотрите сами, как это будет. Дима работает. Вот, смотрите, наконец-то Дима вошел все-таки в скобину. Мне надо начинать. Эй, жизнь не стоит на месте. Все, Дим, давай, удачи тебе в новом шоу. Премьера шоу Дмитрия Казнина на радио Москва и ФМ прямо сейчас. Здравствуйте. Невероятная история произошла со мной. Сейчас расскажу вам подробнее. Дочка перевела часы на час назад, поэтому немного опоздал. Но ничего, в эфире наше телерадио-шоу. Да, именно телерадио-шоу. Нас можно не только слышать, но и видеть. И вас тоже, дорогие радиослушатели и телезрители. Звоните на скайп Москва и ФМ и рассказывайте. Я жду от вас необычных историй. Кто-то звонится первым, определит тему разговора всего шоу. А я пока зачитаю смс-сообщения. Их никто не отменял. Конечно же, писать нам тоже можно. Наш смс-портал работает. 926-400-92-0. Его номер вы помните. Руслан пишет нам на наш смс-портал. На Менделеевской бегает корова. Руслан, хотелось бы посмотреть, как она выглядит. Как она так бегает. Звоните нам по скайпу. А заодно узнайте, чья это корова. Откуда она появилась. Сегодня будете нашим мобильным репортером. И напоминаю, все самые необычные истории ждем в нашем эфире. Мы подключены к городскому видеонаблюдению. А съемочные группы готовы отправиться в любую точку города. А вот он и первый звонок. Здравствуйте. 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 Слушаем вас. Мне кажется, извините, но мне кажется, что я сейчас в гробу. То есть, как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут Олег. Олег, объясните подробнее, что происходит, где вы находитесь. Ну, я не знаю. Чтобы, мне кажется, что не только я не понимаю, как это могло произойти. Да в том-то и дело, что здесь для меня непонятная история. Немножко жутковато. Вчера или сегодня, я точно не помню. Мы начали праздновать мой день рождения. И потом какой-то провал в памяти. И вот сейчас такое тесное очень пространство. Это очень похоже на гроб. И вы, собственно, из гроба звоните в первую очередь нам. Да? Может быть, в службу спасения все-таки попробуете сначала? Здесь какая-то странная ситуация получилась. У меня в телефоне остался только телефон вашей радиостудии, потому что я вчера звонил вам на вечерний эфир. Сухо у вас там или нет? Вам комфортно лежать? Вы издеваетесь, да? В том, что вы называете гроб. Ну, не то чтобы издеваюсь, я не до конца верю. Скажите, а вы можете определить свое местоположение? У вас навигатор есть в телефоне? И на скайп нам перезвонить. Просто очень хочется увидеть, в каком положении вы оказались. Ну что ж, вот такой первый звонок. И, как я уже говорил, кто первый, собственно, тот и определяет тему нашего эфира. Как ее теперь сформулировать? Давайте так. В не то время и не в том месте будем выяснять ваши координаты. Мы определяем координаты тех мест, где сейчас что-то с вами, дорогие радиослушатели, происходит. Вот мне подсказывают, что у нас есть звонок. Просто Олег пока на связь не выходит. Вы помните, Олег, как он считает, лежит в гробу. Мы пытаемся сейчас понять, что с ним, дозвониться, связаться с ним и, может быть, даже связаться с ним по скайпу. А у нас звонок. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Я вот сижу в кафе уже примерно час одна. Знаете, хоть кто-нибудь подошел бы познакомиться. Я задаюсь вопросом, мужчины перевелись, что ли? Ну, это, конечно, не такая уж и странная история. Мужчин меньше, чем женщин. И в Москве в том числе. Ну что ж, Надежда, вы красивая? Конечно. Ну, это хорошо, что вы в этом уверены. Ну что, может быть, наш конкурс вам поможет? Итак, пока Надежда шлет нам свои координаты, а вы помните, это условие нашего сегодняшнего эфира, я попрошу всех мужчин, которые не прочь сегодня с кем-нибудь познакомиться, или даже так, познакомиться с Надеждой, ответить на вопрос, с каких слов начинается вторая глава Евгения Онегина. Все помнят, с каких слов начинается Евгений Онегин. Мой дядя самых честных правил. Когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил, лучше выдумать не мог. Ну и так далее. Но мы-то спрашиваем вас о второй главе. Какое первое четверостишее второй главы? Вот какое задание непростое. Не подсматривать, я все вижу, вы знаете. С сегодняшнего дня мы не только вас слышим, но и видим. Поэтому тот, кто пришлет нам первое четверостишее второй главы, а затем отважится зачитать его на всю Москву в прямом эфире, собственно, получит координаты, скучающие в одиночестве надежды. И кто знает, может быть, познакомившись с Надеждой, обретет еще и любовь. Ну и получит подарок от радиостанции Москва-ФМ. Ну а нам дозвонился Олег. Олег, мы видим вас. Олег находится неизвестно где. Олег, итак, что с вами происходит сейчас? Ну вы неужели не видите? Вот видите, какие стены? Видите, как будто все как-то узко все. Я истучал и кричал. Никто не слышит. Что мне делать? Олег, получше нам дайте рассмотреть то место, где вы находитесь. Ну вот так виднее. Да, да, так виднее. Слушайте, ну это правда похоже на гроб. Как вы все-таки там оказались? Я же говорил, мы с друзьями пришли праздновать мой день рождения. Начали отмечать, ну буквально бутылку шампанского, если я правильно помню. Открыли и все, и дальше провал в памяти. Я не понимаю, какой день сейчас. Извините, Олег, всем ведь интересно. Вы координаты определили свои? Да, да, по-моему, я где-то на Беговой. Пропала, пропала связь. Опять пропал Олег, к сожалению. Беговая. Там, в общем, много заведений, ресторанов. Там ипподром, больница, кладбище, в конце концов. Олег, я надеюсь, вы нас слышите. Берегите зарядку телефонную. Мы вас уже ищем. Наша съемочная группа выехала в район Беговой. И я надеюсь, сделает все для того, чтобы найти гроб. Прошу прощения, найти Олега. Живого и невредимого в этом гробу. Телефон прямого эфира 728-7701. Вернемся к нашим корреспондентам. Ваня. А, Руслан, да, дал нам картинку. Подсказывает мне шеф-редактор. Так. И что мы видим? Что мы видим на картинке Руслана? Уже кругов 10 пробежала корова. Ничего она не рекламирует, но это явно аниматор. Корова тяжело дышит. Странное поведение у коровы. Наверное, отбилось от стада. Ну или отбился, мы же не знаем, кто внутри. А мы подключаемся к городскому видеонаблюдению. Вот мы видим корову у станции метро Новослободская. Она уже оказалась быстрым шагом. Как будто бы и не бегала до этого 10 кров. Не ругай меня, подруга. Отвлекись от суеты. Все вокруг едят друг друга. А меня еще и ты. Декламирует Гаррики Кубермана. Уличный поэт обращается при этом к корове. Ну а мы связываемся с нашим корреспондентом, который ищет Олега в гробу. Наша съемочная группа, вы помните, выехала в район Беговой. Ваня, привет. Как идут поиски нашего Олега из потустороннего мира? Дмитрий, здравствуй. Мы уже в пути. Пока ничего необычного не встретили. Ввели координаты в навигатор. Он нас ведет куда-то в район Беговой. Будем надеяться, что найдем нашего Олега вовремя. С ним ничего не случится. Ну а пока поиски продолжаются. Дмитрий. Да, спасибо, Иван. Держите нас в курсе поисков ваших. В эфире, как уже выяснилось, острость социальная, антистрессовое шоу. В Москве сейчас пробки. Всего-навсего 8 баллов каких-то жалких. Давайте-ка 10. Как мы любим. А вообще, надо, конечно, относиться к пробкам с отважным равнодушием. И творчески справляться с проблемами. Так жить гораздо легче. И так, в общем-то, делают большинство наших слушателей. А вот, кстати, у нас есть связь из гроба. Как себя чувствуете, Олег? Алло. Да-да-да, Олег, как себя чувствуете? Ну, честно говоря, уже не очень. Что-то душновато становится. Это вообще не по себе, представляете? Находиться в гробу, а еще разговаривать с радио. И тем не менее, Олег, у вас голос спокойный. Мы за вас тоже спокойны. В связи с этим паники пока не слышно. Наша, кстати, съемочная группа, я вас успокою еще больше. Только не бросайте меня, пожалуйста, поговорите со мной. Не бросайте. Она выехала уже, скоро вас найдет, обещаю. Вам не отключайтесь, а настройтесь на нашу волну. Кстати, попробуйте поворочиться. Может, гроб на постаменте, например, да? Нет, здесь какая-то мертвая точка. И очень тесно. Олег, Олег, прошу прощения. Прошу прощения, у нас съемочная группа на связи дает новую информацию. Ваня, где вы? Дмитрий, в общем, мы на самом деле уже нарезали два круга, пока по-прежнему ничего не нашли. Сейчас мы вновь недалеко от конечной точки наших координат. Но, к сожалению, у нас возникли проблемы, загруженность на дороге. Постараемся прорваться как можно быстрее. И так мелькаем между машинами. Будем надеяться, что в течение эфира мы найдем Олега, и с ним все будет в порядке. Олег? Может быть, я помогу чем-то? Здесь я слышу отдаленные звуки, саксофонные. Но очень-очень тихо, где-то далеко. Ваня, ищите саксофон. Олег, мы на подходе. Пока у нас звонок, буквально на минуту мы переключаемся. Здравствуйте, Юля, что у вас за история? Вот ведь тварь. Так, выговаривайтесь, ну раз уж начали. Что случилось? Понимаете, я готовилась. Платье подбирала, оделась такая. Белье кружевное, все дела. Думала, будет у нас романтический вечер. И так здорово, что я его встретила, а он... Пригласил и не пришел. Правильно я думаю, да? Да мало того, что не пришел, так он даже не перезвонил после этого. И вы сейчас думаете, что у него кто-то есть? Да. Извините, я потом перезвоню. Перезванивайте, конечно. Телефон прямого эфира 728-7701. Пока мы ждем, что нам перезвонит Юлия, пока мы следим за Ваней, нашим корреспондентом, который ищет Олега в гробу, вернемся к нашему конкурсу. Пока никто не отважился прочитать первое четверостишее второй главы. Мы написали много, уже больше 20 человек, но никто не решается побыть декламатором, оратором. Поэтому пусть координаты надежды, которые, напомню, совсем одна сидит в кафе, и наши подарки уйдут... Сергею. Номер заканчивается на 5634. Первым нам написал Сергей. Правильный ответ. Сергей, спасибо, поздравляем вас. Москва-ФМ. Подсоединились мы по скайпу. Сергей, наш победитель, едет на встречу с Надеждой. Не знает он, кстати, как она выглядит. Поэтому, думаю, сейчас будет интересно наблюдать за их встречей. Сергей, наш победитель, едет на встречу с Надеждой. Много девушек, которые с гаджетами различными. И каждая за своим столиком, и каждая в одиночестве. Сколько одиноких девушек оказывается в Москве. Ну вот мы видим, что не с той девушкой заговорил Сергей. Видимо, это не Надежда или не та Надежда. Но вот приостановился. Видимо, все-таки та. Я пока зачитаю смс-сообщение. Ну вот Алексей пишет. Поделитесь, бензином стал на коширке, до заправки не доехал, толкаю один. Не раз у нас были такие ситуации в эфире. И ни разу не остался без помощи ни один слушатель. Мы подключены к городскому видеонаблюдению. А съемочные группы готовы отправиться в любую точку города. А вот звонок. Здравствуйте, алло. Да, здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Помните? Николай, очень плохая связь. Я прошу вас, перезвоните нам в эфир. И расскажите, что с вами происходит, что с вами произошло. Услышал только я, что вы один из победителей наших прошлых конкурсов. Москва.ФМ. Радио 2.0. Еще раз связываемся с Николаем. Николай, еще раз приветствую вас. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот теперь намного лучше слышно. Слушаем вас. У меня вот такая история. Я у вас в конкурсе выиграл билет в депривационную камеру. Ну помните, придете, ляжете в соленую воду. Полная звукоизоляция. И вас сейчас ничего не беспокоит. Релакс, как в невесомости. Поздравляю вас, Николай. Что вам не понравилось, что ли? Да не знаю еще. Вот сижу, жду. Представляете, девушки у них здесь на рецепшене очень привлекательные. В откровенном декольте. Но неприступные совсем. То есть, а вы хотели, чтобы девушка с вами в депривационной камере полежала, да? Вот одна из них. У нас конкурсов с такими подарками на радио нет, Николай. Уже даже надежды нет. Есть вот такой вот. Вспомните прямо сейчас, с каких слов начинается вторая глава Евгения Онегина. Первая четверостишая. Нет, не вспомню. Ну что же делать. Напомню, что тема нашего разговора, напоминаю всем нашим слушателям, в не в то время и не в том месте. Будем выяснять координаты мест, где сейчас происходит что-то странное. Москва. Радио 2.0 Ну вот, продолжают поступать смс-сообщения на наш портал. Юля нам пишет, может, у него кто-то есть. С трудом верится, что о такой важной встрече, как свидание, можно забыть. Юля – это девушка, с которой мы уже говорили в эфире. Считайте, что вы теперь абсолютно свободны, Юля, и можно в отрыв уходить. Мне редакторы сообщают, что наша съемочная группа засекла корову с Менделеевской. Юля, мы сейчас видим, да, собственно, корову. Гигантская голова у нас здесь на весь экран. Ну что ж, а кто там внутри? Юля? А я тебя целый день ищу. Ну а мы к нашей съемочной группе «Спасение» возвращаемся. Ваня Абыденков сейчас ищет гроб на беговой. Вы помните эту совершенно невероятную историю, с которой и начался наш эфир, наше шоу. Ваня, как успехи? Успехи у нас пока невелики. И, кстати говоря, вот этот ориентир звуки саксофона для нас, он совершенно не актуален, потому что в машине единственное, что мы слышали, это сирены проезжающие скорой помощи. Я надеюсь, что это не коллегу. На самом деле мы успели прокатиться по дворам и пообщаться... Прямо, прямо, прямо. И пообщаться с прохожими. И здесь выяснилось, что у нас намечаются корректировочки. Дело в том, что навигатор выдавал нам беговую, а получается, что нужна-то беговая аллея. Именно там москвичи видели молодых людей с гробом, поэтому мы как можно быстрее постараемся приехать именно туда. Точный дом нам неизвестен. Будем уже ориентироваться на месте. Как только найдем, сразу сообщим, выйдем в эфир и будем надеяться, что с Олегом все нормально. В очередной раз об этом говорю. Вот, навигатор подсказывает, что нужно направо. Срочное сообщение. Срочное сообщение. С моей спиной гроб, он здесь один. Видимо, это он. Вокруг какие-то странные люди с воздушными шарами. Фейерверк. Бог знает, что происходит. Попробуем выяснить. Скажите, здесь есть-то Олег кто-нибудь среди его? Да, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы нам звонили? Это я вам звонил. С вами все в порядке? Абсолютно. Выбрался. Как вы туда попали? День рождения, помню, был. Очнулся вот в гробу. Был день рождения, очнулся в гробу. То есть над вами пошутили. Студенты, медики. Студенты, медики. Ну и хорошо, что все кончилось хорошо. Дмитрий, вот так нынешняя молодежь, студенты, медики поздравляют своих преподавателей. Дмитрий. Ну да, действительно, медики шутят. Спасибо, Ваня Обыденков. Еще раз с днем рождения, Олег. А мое время подошло к концу. Увидимся и услышимся. Передаю слово моему коллеге Илье Федоровцеву. Москва.ФМ Ну что, Дима, спасибо. Таких поворотов, конечно, не ожидал никто. Я поздравляю тебя с первой программы. Ну и, конечно, на всю Москву. С днем рождения, Олег. Ну а мы сейчас продолжаем наш информационный вечер.